Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и… Как лаборанты химического анализа проводят аналитический контроль, начиная с подготовки пробы и заканчивая выдачей окончательного результата испытаний по установленным заданиям-показателям. Работу лаборанты выполняют с ювелирной точностью. Правда, в лаборатории это происходит не так романтично. Подготовка аналитической пробы по предложенному алгоритму, используя методы перемешивания и сокращения. При выполнении задания участницы комментируют свои действия конкурсной комиссии. Очень сложно говорить и делать. Мы же обычно, если работаем в лаборатории, молчим, разговаривать не будешь с клубами или с пробой. Мои результаты, например, как я подготовила пробу, от этого зависит дальнейший результат анализа, разведение также. Проба должна быть однородная, без всяких мелких частей. Подготовка пробы – это лишь первый этап конкурса профмастерства. Дальше эстафетную палочку принимает коллега Ольги, Алина Идогова. Ее задача – проверить качество продукта. К слову, такие состязания проходят ежегодно в два этапа. Участники демонстрируют теоретические знания и практические навыки. Но впервые соревнуются звенья, а не отдельные лаборанты. В этом году концепция конкурса была изменена и соревнуются между собой звенья, представляющие отделение АТК, каждого отделения АТК, с каждого рода управления компании. Звено состоит из двух лаборантов химического анализа, которые последовательно выполняют операции. Один – подготовки пробы для выполнения аналитических испытаний, а второй, собственно говоря, уже аналитическое испытание. Тем временем, Алина Идогова, лаборант УТК Третьего Калийного, уже взяла навеску, точно развела ее до нужной метки. Это один из этапов проверки содержания натрий хлора в готовом продукте. Проще говоря, качество. Процесс трудоемкий и требует особого внимания. На выполнение задания отводится полтора часа. Я думаю, что я справилась с заданием, так как параллельные измерения у меня были очень близки. И это говорит о правильности и точности замеров. Самое сложное – это взять себя в руки, перестать волноваться. Ну а остальное уже – это наша текущая работа. Это не вызывает сложности. Это вся наша… все это знакомо. За работой участников пристально следит конкурсная комиссия. Оценивают этапы практической части. Технику выполнения лабораторных работ, проведение расчетов, передачу результатов, измерения и другие критерии. После практического задания конкурсанты должны ответить на 40 вопросов теста. Критериев много. Всего в сумме 316 критериев. 133 критерия по первому участнику и 183 по второму участнику. То есть, конечно, все критерии наверняка даже победителям выполнены не будут, но максимальное количество выполнения всех наших критериев приведет к победе нашего участника. Всего в конкурсе профмастерства принимают участие 6 звеньев лаборантов ОТК. Имена победителей мы узнаем накануне профессионального праздника – Дня химика. Наградят лучшее звено и победителя в индивидуальном зачете. Анастасия Саблина, Никита Игнатьев. Наши новости. Продолжение следует...